Эта история – прямое доказательство тому, что свои права необходимо знать и уметь их отстаивать. Еще три с половиной года назад Олег Завьялов купил шкаф, и вместе с новой мебелью в квартире появился едкий запах. Олег был уверен, через несколько месяцев запах уйдет, но избавиться от него не помогло ни время, ни постоянное проветривание комнаты. Шкаф изготовлен на российской фабрике с соблюдением всех требований безопасности, значилось в сертификате качества, но слова на бумаге действительности не соответствовали. Запах очень сильный, очень едкий, и спать в этой комнате практически невозможно, потому что организм на это все сильно реагирует. У меня краснеет кожа, раздражение, в общем, очень похоже на аллергическую реакцию. Олег обратился в мебельный магазин, где приобрел шкаф. На его вопрос, что с этим делать, ответили – это уже не наша проблема. Ведь срок гарантии покупки один год уже вышел, разбирайтесь сами. Что Олег и начал делать. Полку из горя шкафа сдал на экспертизу. Ее результаты были ожидаемы. По формальдегиду превышало в 7 раз ПДК. А при повторной экспертизе, которая была произведена примерно через уже 2-3 года, получается, после изготовления шкафа, формальдегид превышал в 3 раза. После результатов первой же экспертизы Олег Завьялов разобрал шкаф и вынес его на лоджию, чтобы не травить ни себя, ни семью. Но мириться с тем, что покупка оказалась некачественной и, как следствие, опасной для здоровья, Олег не собирался. Он обратился в Роспотребнадзор, где встретил представителей частной компании по защите прав потребителей. Они и посоветовали подать в суд и предложили свою помощь. Судебные разбирательства, конечно, потребовали достаточно времени и сил. Но сегодня, наконец, удалось поставить точку в деле об опасном шкафе. А главное – напомнить – покупатель всегда прав. Я на самом деле затеял это абсолютно не из-за денег. Даже сейчас, когда сумма уже возросла многократно в связи с несколькими судебными заседаниями, слушая приговор, скажем так, я не обратил внимания на сумму, поэтому назвать я сейчас не могу, я просто не помню. Для меня это не имело значения, я на эти деньги не рассчитывал. Я просто хочу приходить в магазин, неважно, продуктовый, мебельный, еще какой-то, и хочу получать услугу, не вредную и не опасную для меня здоровье, для моего здоровья, для здоровья моих детей. Подобные истории не редкость, и далеко не каждая из них заканчивается победой недовольного покупателя. Зачастую люди просто не видят смысла тратить время на доказательства собственной правоты и несправедливости по отношению к ним производителя или продавца товара. Однако эксперты отмечают, за последние несколько лет потребители стали грамотнее, знают законодательство, читают маркировку товаров и даже стараются предупредить нарушения в будущем. Чаще нам удается все-таки доказать правоту потребителей. Иногда что-то не подтверждается, ну, допустим, жалоба на какой-то продукт молочный, да? По словам экспертов, больше всего нарушений сегодня в сфере торговли как продуктами питания, так и другими товарами. Часто обращаются за защитой своих прав потребители банковских услуг и услуг связи. А с приходом туристического сезона жалобы пишут и недовольные отдыхом туристы. Анна Бережная, Алина Черненко, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Продолжение следует. Продолжение следует...